Наконец мы дождались очередного спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Дэриле Диксоне. Одноименный сериал, как известно, будет состоять как минимум из двух сезонов, которые уже были отзняты. Что же показали в первой серии? Давайте займемся обзором. Дэриле Диксоне И как это часто бывает, на его пути появляются новые люди, которые вызывают определенные проблемы. Ведь в постапокалипсисе каждый человек жаждет получить припасы любыми способами. От казалось бы неминуемой смерти, Дэрила спасает монахиня и отводит монастырь, где живут только женщины. Попадая туда, Дэрил постепенно начинает восстанавливаться от полученных ран и узнает, что на территории монастыря не все так просто. Во-первых, женщины держат в заперти ходячего, а еще и то, что на территории живет мальчик Лоран. Как считают монахини, именно Лоран может в будущем возглавить возрождение мира, ведь он очень хорошо умственно развит для 11-летнего мальчика и родился прямо в самом начале апокалипсиса. Будто так и было предначертано. Та самая монахиня Изабель просит Дэрила отвезти мальчика в убежище на севере Франции, где он продолжит развиваться. Конечно же, Диксон довольно скептически относится к такой перспективе и отвечает отказом. Однако вскоре на монастырь нападают люди, с которыми не так давно Дэрил также столкнулся и убил одного из них. Тем самым практически все монахини погибли, а Дэрил все-таки решил отвезти Лорана в Содружество, так называемое гнездо на севере Франции. Стоит отметить, что эта идея будто была заимствована из сериала «Одни из нас», где главный герой Джоэл должен был доставить Элли также в определенное место для того, чтобы она помогла в борьбе с вирусом. Конечно же, Дэрил хочет вернуться домой, да и в общем-то совсем непонятно, почему он оказался во Франции, как ему удалось до туда добраться, ведь пришлось по сути переправиться через весь Атлантический океан. Но надеюсь, что нам об этом расскажут в будущих сериях. А пока эпизоды, я считаю, можно поставить оценку 7 из 10. Довольно интересная смена локаций от привычных ходячих это уже огромный плюс, но и в остальном, все же сюжет не такой ужасный, как был в некоторых других проектах. Сериал пока что выглядит довольно перспективно. А на этом у меня все. С вами был канал Легенды Сверхъестественная. До новых встреч.